Привет, Арнольд! Мечтаешь стать человеком-пауком? Только не говори, что хочешь дать пауку укусить тебя! Это же черная вдова! Яд этого сантиметрового паучка в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Хорошо, что первая на человека она не нападает. Ты что, проглотил паука? Путь до желудка по пищеводу напоминает отвесную водную горку с бассейном соляной кислоты в конце. Она легко обезвредит паучий яд. И если бы ты запил паука водой, то он бы достиг желудка за 2 секунды. Но без жидкости он падал 9 секунд и успел тебя укусить. Так что приготовься! Яд черной вдовы содержит нейротоксин альфа-латродоксин. При укусе он прикрепляется к рецепторам нервных клеток и вызывает туда приток кальция. Из-за этого выделяются гормоны, вызывающие судороги и паралич. Арнольд, ты же хотел суперсилу? Теперь твой пресс не пробить и кувалдой. А как насчет 4-х часовой эрекции? Или глаз, которые вылазят из глазниц на 3 сантиметра? По-моему, ты скорее похож на суперзлодея. Что, Арни, зря ты съел именно этого паука? Воспользуемся начавшимися галлюцинациями и посмотрим другие варианты. Вот Арнольд, которого укусил шестиглазый песчаный паук. Его яд вызывает внутреннее кровотечение и некроз тканей. Противоядия не существует. А вот жертва укуса самого ядовитого паука, согласно книге рекордов Гиннеса. Бразильского странствующего паука. Его укус в большинстве случаев приводит к остановке сердца. Но вернемся в нашу реальность. К счастью, только 5% взрослых умирают от яда черной вдовы. После 12-48 часов жутких мучений действие яда прекращается. Вставай! Плохая погода – это не повод для выходного. Не хочешь идти на работу? Тогда предлагаю поработать лежа в кровати. Когда в НАСА изучали воздействие невесомости на человека, они заплатили 18 тысяч долларов добровольцу, который пролежал 70 дней. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Парни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежние – это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина! Хорошие новости, Арнольд! Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. 370 дней в кровати! Выглядишь неважно. Каждый день ты терял 5% мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лежа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра! О боже, Арнольд! Что же ты сделал с собой? Я же не серьезно по поводу снайпера. Вредно так много лежать. Вставай! Оденься, потому что с таким телом мы потеряем всю женскую аудиторию. Ищешь сходство со Шварцнеггером? У вас из похожего только имена. Придется заняться спортом, чтобы достичь такой фигуры. Да и отказаться от твоего привычного рациона. Или у тебя есть какой-то другой вариант? Арнольд, ты серьезно? Стероиды? Во-первых, это незаконно. А во-вторых, повторяю, это незаконно. Мышцы, состоящие из белковых соединений, наращиваются за счет микроразрывов, которые в течение нескольких дней восстанавливаются и делают мышцу крепче и больше. Стероиды – вещества, которые, попадая в организм, превращаются в гормоны, которые ускоряют процесс восстановления в два раза, при этом увеличивая мышцы в объеме. После такой дозы тестостерона уже начинаются необратимые процессы в организме. Угревая сыпь, уменьшение бубенцов и неоправданная агрессия. Хотя мне понятно, из-за чего она вызвана. Не переживай, Арнольд, зато у тебя большим будет кое-что другое. Кажется, этот горе препарат как раз для таких лентяев, как ты. Действительно, употребляя стероиды, не обязательно тренироваться, чтобы нарастить массу. Конечно же, тестостерон в таких количествах увеличивает половое влечение. Тебе сразу же захочется внимания. Эй, Арнольд, это уже перебор. Решил выставить свои фото в приложении для знакомств? Поздравляю, сразу совпадение. Судя по ее фото, у вас с ней много общего. Чем будешь удивлять на первом свидании? Отлично, Арнольд, вы очень хорошо подходите друг к другу. Доброе утро, Арнольд. Вижу, ты проснулся не один. Страшно? Арнольд, забыл тебе сказать. На девушек тестостерон влияет по-своему. У них появляется растительность на лице. И голос становится грубее. Но не спеши так бежать. Ведь твое сердце уже не такое, как раньше. Ты легко можешь схватить инфаркт. До ближайшей больницы ты не дотянешь. Сердце может остановиться. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем. Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. В составе колы есть сахар, глюкоза. А это источник быстрой энергии, что позволяет взбодриться. Кажется, сработало. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился. Волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Не переживай, это все равно не испортит тебе день. Кола способствует даже победить небольшую депрессию. Но, если честно, Арнольд, кола в крови — это смертельно опасно. Больше всего страдают глаза, почки, нервы и сердце. Да, похоже, кола — это не вариант. И этот мелкий засранец не будет разговаривать целый год. Потому что я так сказал. Какого хрена? Что с внешним видом? Нас же дети смотрят. Теперь нельзя просто взять и изменить свой стиль. Ты все портишь, мать тво... Ладно, ты знаешь, что в среднем ты произносишь 7000 слов в день. После года молчания ты... Вот дерьмо, Арнольд. Я все для тебя делаю, и ты должен меня слушать. Арнольд, ты с ума сошел? Эта стереосистема издает звук громкостью свыше 150 децибел. Она разорвет твои барабанные перефонки. И даже такой болван, как ты, должен понимать, что включать такое не стоит. Так, все. Арни, я забираю у тебя не только стереосистему, но и телефон, ноут, иксбокс и все твои игрушки. Противиться думал. Ты серьезно? Получай, дерьмо мелкое. Не смей, не смей включать стереосистему иначе. Какого черта? Арнольд, если ты еще раз такое учудишь, я посмотрю, что будет, если тебя распилят заживо на тысячу частей. Вот так. А теперь приведи себя в порядок. После года молчания звук твоего голоса кардинально изменится. Мозг настраивает наш голос, полагаясь на слух. А за год уши забудут, как ты звучал. И да, говорить после длительной молчанки будет больно. Без тренировок голосовые связки ослабли, а твои легкие быстро истощаются из-за нехватки воздуха. Выглядишь странно. С тобой все хорошо? Хм, ты как-то изменился. Помни, ты всегда можешь со мной поговорить. Ты же знаешь, что гуглить симптомы – плохая идея. О, смотри, подавленное настроение, потеря уверенности в себе, усталость. Хм, а может у тебя и правда депрессия? Возможно, тебе стоит записаться к психологу. Главное, не занимайся самолечением. Не занимайся. Ого, сколько разных антидепрессантов. Я так понимаю, читать инструкцию ты тоже не собираешься. Итак, у тебя два пакетика Prozac, 75 таблеток Selexa, 5 упаковок Zolov, полбаночки Lexa Pro и целое множество успокаивающих сиропов всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для спасения от депрессии, но если начал собирать лекарства, становится трудно остановиться. Единственное, что действительно вызывает у меня опасения – это трай-сиклик антидепрессанты. Но я знаю, что рано или поздно ты перейдешь и на эту дрянь. О, ну началось. Посмотри, что ты сожрал. Ингибиторы МАО могут приводить к белой горячке. Отсюда твои галлюцинации. Головокружение, тремор, судороги вызывают ингибиторы обратного захвата серотонина. Эйфория, удовольствие, трициклические антидепрессанты. Кстати, ты заметил, что ты не ел уже 8 часов? Модели иногда принимают антидепрессанты, чтобы не было аппетита. А сны под антидепрессантами становятся как будто ближе и осязаемей. Что ж, Арни, как ты думаешь, это был сон или все-таки нет? Что, больше не хочешь заниматься самолечением? Теперь, Арни, ты будешь есть только сырое мясо, как хищное животное. Чувствуешь, как сразу повышается уровень агрессии и адреналина? Переживать мясо будет сложно. Зубы человека для этого не приспособлены. Лучше порежь его на мелкие кусочки, как это делали древние монголы. Самое известное блюдо из сырого мяса, тартар, названо в их честь. Без круп, овощей и фруктов прекратится поток глюкозы – топливо для организма. Чтобы обеспечить его энергией, печень начнет перерабатывать запасы жира. И ты начнешь терять вес до 5 килограммов в неделю. А мускулы будут обезвоживаться и сохнуть. Поэтому мясная диета популярна среди голливудских знаменитостей и супермоделей. Уровень холестерина в крови повысится, и ты окажешься в зоне риска сердечных заболеваний. В кишечнике образуется остаток из аминокислот. Он смешается с кожными бактериями и приведет к появлению отвратительного запаха тела. Сырое мясо населено опасными микроорганизмами, такими как и коли, сальмонелла и листерия, которые вызывают диарею, рвоту и тяжесть в желудке. Но когда организм привыкнет к такому питанию, ты испытаешь невероятный прилив энергии и физической силы. Причина этого – повышение уровня тестостерона и витамина D. Сам Брюс Лим ел смузи из сырого мяса во время подготовки к соревнованиям. Наши доисторические предки ели сырое мясо, но их жизнь изменилась, когда они приручили огонь и научились готовить. Это сократило переваривание пищи в три раза. Энергия поднялась от желудка в мозг, что привело к когнитивной революции, появлению абстрактного мышления и речи. А в дальнейшем – в современной цивилизации. Так что кушай, Арни, кушай. Окей, Арнольд, я построил машину, которая делает вещи невидимыми на 24 часа. Есть три возможных подхода к невидимости. Первый – это идеальная прозрачность, которой нам не достичь. Второй – камуфляж, когда лучи, рассеянные на объективе, совпадают с теми лучами, которые мы ожидали бы увидеть в отсутствии предмета. Именно таким сделает объект эта машина. Третий – когда некое устройство из метаматериала, типа шапки-невидимки, которая преобразовывает ход лучей света так, чтобы оно казалось неизменным. Сейчас мы спробуем ее на пицце. Если все сработает, это будет пицца, которой можно будет не делиться с друзьями на вечеринках. Так, включаю первый тумблер. Ты знал, что впервые трехмерной невидимости добились группы из Калифорнийского университета «Беркли» в 2008 году, создав сетку из серебряных микроволокон, не отражающую и не поглощающую световые лучи. В результате глазом воспринимался лишь свет от объектов, находящихся позади закамуфлированного предмета. Второй тумблер. Не двигайся! Стой! Что ты? Ах ты, идиот! Я бы тебя избил, но, черт возьми, не знаю, где ты. Надень эту шапочку, чтобы я тебя видел. Итак, у тебя есть 24 часа. Что собираешься делать? Кто бы сомневался? А если бы моя машина работала по принципу невидимости, ты бы стал слепым. Ведь у невидимки показатель преломления тела становится равным аналогичному показателю у воздуха, и хрусталик теряет возможность преломлять лучи света и фокусировать их на сетчатке глаза. Сама сетчатка также не сможет поглощать видимый свет палочками и колбочками по причине своей невидимости. Но у тебя, как я вижу, со зрением все в порядке. Слюнчай. Окей, теперь, когда спортзал закрывается, мы можем заняться чем-то еще? У тебя осталось 18 часов. Я имел в виду что-то более значительное. Остолоп! Ведь ты мог бы раскрыть страшные тайны и совершить невероятные подвиги. Может, проберешься в зону 51? Ах да, они же в другом штате. У тебя есть идеи? Ты что, вздумал украсть его? О нет, это плохая идея. В любом случае, тебе понадобится план. Конечно, благодаря невидимости ты можешь остаться после закрытия. Но затем будет обход охранника. А вокруг бриллианта лазеры. Ты что, сможешь сделать тройное сальто? Схватить бриллиант и выехать из музея на машине, которая привезет новые древности для экспозиции ровно в 2-0-0? Все-таки это очень плохая идея. До закрытия музея час. Спрячься в том углу и жди. И шапочку сними. Идиот. Уже скоро, Арнольд. Главное, не попадись. Арнольд, пора начинать. О нет, тебе же всего лишь надо было сделать тройное сальто. А ты опять облажался. Ну что же, теперь беги. Как никогда не бежал. Выход уже совсем близко. Давай, Арнольд. Черт, кажется, все это время ты охотился за стеклянной копией. Как глупо получилось. Хотя это логично, что оригинал они хранят в сейфе. Знакомьтесь, это Снот и Гоп. Они снова что-то задумали. Эй, ребята, собрались сделать кого-то бессмертным? Воу, это еще кто? Уверен, этот парень не знает, что такое одиночество. Кажется, это тот, кто вам нужен. Уже не терпится узнать, как он станет бессмертным. Отличная идея! Пересадить в красавчика ДНК Урхиса. С биологической точки зрения, можно сделать так, чтобы человек был бессмертным. Достаточно из ДНК убрать способность к болезням и старению. Но сегодня Снот и Гоп хотят узнать, как же убить бессмертного. Первое испытание — телепортация. Чтобы переместить один объект из точки А в точку Б, нужно переместить все атомы и нейронные связи в абсолютной точности, как они были расположены в оригинале. После чего оригинал нужно уничтожить, и остается лишь его идеальная копия. Поэтому, теоретически, любой телепорт убивает смертного и бессмертного. Хм, я представлял немного другой результат. Но расстраиваться рано. У нас есть щелочная ванна, которая способна растворить любое живое существо. Жаль, что инопланетяне смотрели сериал «Во все тяжкие». Ведь щелочь быстрее растворит металлическую ванну, чем человеческое тело. Думаю, следующее испытание точно тебя убьет, уничтожив вначале твой мозг. Никто на этой планете не смог просидеть так больше суток. Ты все еще жив? Не зря вчера Сноут и Гоп похитили огромную мясорубку. Забрасывайте его туда. Чего ждем? Мясорубка сама себя не включит. Забрасывайте его. Походу, у него память отшибла. Точнее, были разорваны все нейронные связи. И его сознание чисто, как белый лист. В каком-то смысле, мы его убили. И что мы теперь будем с этим делать? Не знаю, но это будет что-то интересное. Какие красивые большие овощи. Эй, прекрати есть прямо в магазине. Эти овощи ГМО. В этом помидоре есть ген шелкопряда. Любой огурец с генетической точки зрения вообще на 40% похож на человека. Не бойся, ГМО — это не страшно. И я знаю, как тебе это доказать. Давай генномодифицируем тебя самого, Арнольд. Проводить такие опыты над людьми незаконно. Однако в 2018 году в Китае уже родилось два генномодифицированных младенца с запрограммированным иммунитетом ВИЧ. Мы в секретной лаборатории Пентагона. Тут в основном выводят ГМО-солдат. Современная методика CRISPR-Cas9 позволяет вживлять ДНК одного организма в ДНК другого. В домашних рыбок GloFish ген Медузы вставили для свечения. Овощи модифицируют для дольшего хранения и вкусовых качеств. Что же насчет тебя? Хочешь стать выше? Возьмем ген Майкла Джордана. Уберем тебе ген потовыделения, чтобы ты перестал быть таким вонючкой. И... знакомьтесь. Арнольд 2.0 Началась новая жизнь. Без потаотделения. Люди в автобусе больше не будут от тебя отсаживаться. А соседская бабка перестанет обзывать тебя мелким рыжим девственником. Теперь ты длинный рыжий девственник. Да, сейчас генная инженерия несовершенна, но за ней будущее. Уже скоро появятся дизайнерские ГМО-младенцы. У преступников можно будет удалить ген жестокости. Это новый этап эволюции. Сладких снов. Арнольд 2.0 Эй, что происходит? Арнольд, ты что, украл инъекции из лаборатории? Что? Ты хочешь вколоть себе ген клубники, чтобы хорошо пахнуть? И ген корги для идеальной попы. Не делай этого. Остановись. О боги, я ошибался. Генная инженерия опасна не только для организма, но и для целого мегаполиса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арнольд, так можно всю жизнь проспать. Пора вставать. Люди проводят в среднем одну треть своей жизни во сне. Сон необходим для восстановления организма. Именно благодаря ему из мозга удаляются токсичные вещества, накопившиеся в течение дня. И чтобы не тратить это время зря, стример Asian Andy спал в онлайне. И за одну ночь заработал на донатах 16 тысяч долларов. Кажется, кто-то ломится к тебе в дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арнольд, кто это? Они не похожи на твоих друзей. Поздравляю, у тебя снова неприятности. Типичный Арнольд. Способен накосячить даже во сне. Что это за странное место? Похоже, на общежитие не самого лучшего университета. Похоже, что ты можешь стать звездой нового реалити-шоу. Но это слишком хороший вариант для такого неудачника, как ты. Откуда у них оказались досье на вас всех? Даже мне уже становится страшно. Упс, видимо, ты сюда попал по ошибке. Что же они хотят от тебя? О-оу, мне это все не нравится. Арнольд, неужели тебе не удалось заснуть? Сутки без сна приводят к головным болям. В ушах появится шум и нарушается память. Тебе нужно поспать. Считается, что в среднем человек может выдержать не более пяти дней без сна. Дальше начинается настоящее испытание. Уявляются зрительные и слуховые гаджицына. Первый мировой рекорд, который установил 17-летний Рэнди Гарднер, он не спал 11 дней. Но потом его побил Роберт Макдональд, не спавший 19 дней. Но представители Книги рекордов Гиннесса не засчитали его, а признали подобные эксперименты очень опасными для здоровья. Ты единственный, кто остался. Мне это все напоминает одну легенду о советских ученых. Они поместили пять людей на 15 дней в одно помещение со стимулирующим газом, который не давал им заснуть. Ты свободен. Представляю, как тебе хочется домой и хорошенько выспаться. Но мне кажется, тебе предстоит еще 30 дней без сна, чтобы добраться до ближайшего города. Удачи, Арлольд. Выглядишь хреново. Погоди, неужели ты в коме? Глядя на тебя, кажется, что ты умер, но внутри ты все еще жив. В коме ты не способен реагировать на внешние раздражители. Поэтому вполне сойдешь за фаната кей-поп и сможешь годами слушать на повторе одну и ту же песню. Люди могут провести в коме от нескольких дней до десятка лет. Эдуардо Бара в возрасте 16 лет впал в кому и провел в ней 42 года. По словам пациентов, во время комы они ощущали себя некой материей. Блуждали по длинным сырым коридорам, лабиринтам, проходили сквозь сложные механизмы. Степень комы определяют по шкале комы Глазго, где 15 баллов — это ясное сознание, а 3 балла — это смерть мозга. Арнольд, они собираются отключить аппарат! Очнись, и я обещаю больше никаких опытов над тобой! Свет в конце туннеля! Давай, Арни, ты сможешь! Никогда не думал, что так скажу, но ты заставил меня понервничать.